Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в выпуске давайте посмотрим, как MSI добавила поддержку Resize Bar для видеокарт Nvidia. Разберемся, насколько будут мощными мобильные процессоры Tiger Lake H и взглянем на компьютер KFC, построенный на базе Intel и RTX 3000. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте зарегистрироваться в таверне, нажав на колокольчик и кнопку подписаться. И с вашего позволения я начну с нового компьютера, который в прямом смысле может разогреть вам курочку. На днях стало известно, что компания KFC действительно создала игровую систему под названием KF-консоль. Изначальный анонс устройства был в июне этого года на странице KFC Gaming в твиттере, но многие восприняли это в качестве шутки. Тем не менее, компания действительно представила игровую систему в форме ведра крылышек KFC. Уникальный ПК был разработан в сотрудничестве с командой моддеров Cooler Master, которые специально переработали корпус Master Case NC100. Главной особенностью KF-консоль является встроенная камера подогрева в форме жаровни, которая выступает в качестве системы охлаждения и действительно способна разогреть еду. В самом компьютере используется система на базе Core i9-9980HK, 32 гигабайта оперативной памяти, твердотельный накопитель на 1 ТБ и графический ускоритель GeForce RTX от компании Asus. Однако разработчики не указывают, о какой именно модели видеокарты идёт речь, но можно предположить, что там стоит передовая Nvidia Ampere. А самое интересное, что KFC действительно собирается выпустить такой ПК в продажу и он не останется просто рекламным продуктом. Руководитель отдела по связи с общественностью рассказал, что они получили такую тёплую поддержку от поклонников KFC после анонса, что просто не смогли отказаться от возможности действительно создать эту игровую систему, но какой либо даты и цены пока что не сообщается. Тем временем в красном лагере компания Asrock сотворила невозможное. Через неофициальные источники они выпустили бета-версии биосов для материнских плат на чипсетах A320, B350 и X370. В новых прошивках реализована поддержка процессоров Ryzen 5000 серии, а ссылочку для загрузки биосов я оставил в описании. Но стоит отметить, что все прошивки в стадии бета и могут иметь какие-то баги и нестабильность. Ведь не зря Asrock не стала выпускать их на своём официальном сайте. Хотя это может быть и под запретом самой компании AMD. И как мы с вами знаем, у компании AMD есть своя технология Smart Access Memory, которая позволяет процессору получить прямой доступ к видеопамяти. Сама технология построена на изменении размера бар и называется просто Resize Bar. Её поддержку уже сделали для новейших плат Intel и большинства плат AMD, однако до сегодняшнего дня она работала только с картами RX. Сегодня же компания MSI выпустила Agessu 1.1.9.0, которая принесла поддержку и для карт NVIDIA. Сообщается, что в новой версии прошивки исправлена проблема совместимости с картами NVIDIA. Однако на данный момент эта технология не работает ни на RTX 3060 Ti, ни на флагманских RTX 3070 и RTX 3080, не говоря уже об RTX 3090. А всё потому, что компания NVIDIA просто не реализовала поддержку на уровне драйвера и возможно она представит новую технологию на презентации CES 2021. На данный же момент неизвестно, какие именно видеокарты получат поддержку изменения размера бар. А также неизвестно, как ведут себя видеокарты с новой версией биоса от MSI. Плюс ко всему, в новой прошивке реализована поддержка Curve Optimizer и уже в скором времени она должна добраться до плат MSI B450 и X470. Сама же AMD уже через три недели должна представить мобильную линейку Cezanne, которые получат названия Ryzen 5000U и Ryzen 5000H. Сегодня же появилась информация о процессоре Ryzen 5600H, который войдёт в линейку производительных мобильных кристаллов. А Geekbench нам поведал, что процессор получит базовую частоту 3,3 ГГц с автоматическим разгоном до 4,2 ГГц. Сам Ryzen был протестирован в ноутбуке Timmy, что видимо является кодовым названием Xiaomi Mi Notebook. По результатам теста он оказался на 37 % быстрее в однопоточном режиме по сравнению с Ryzen 5 4600H текущего поколения. Однако компания Intel очень сильно наступает на пятки новым Ryzen. Как мы знаем, в начале января будет анонсирована игровая серия мобильных процессоров Intel Core 11-го поколения. Ресурс Videocards сообщает, что первыми будут представлены младшие четырёхъядерные модели Tiger Lake Ash. Они будут представлять более прожорливые и производительные версии, чем энергоэффективные Tiger Lake U. И именно они появятся в составе первых ноутбуков с мобильной графикой Nvidia. А уже во втором квартале выйдут более мощные решения на 6 и 8 ядер. Первые тесты новинок уже засветились в базе данных Geekbench под названиями Core i5-11300H и Core i7-11370H. По результатам теста можно отметить, что процессоры получились очень производительные, хоть и имеют всего 4 ядра и 8 потоков. Младший Core i5-11300H сумел обойти даже новый Ryzen 5 5600H в однопоточной производительности. А Core i7-11370H почти приблизился к десктопному Ryzen 7 5800X. И это всё при теплопакете 35 Вт. Такие решения очень мощно будут смотреться в игровых ноутбуках бюджетного и среднего класса, так как с такой производительностью на ядро вы сможете поиграть практически во все новинки с упором скорее всего видеокарту. Но это уже покажут реальные тесты. Тем временем Vashes of the Singularity впервые показался Core i7-11700KF, который работал с видеокартой RTX 3080. Какой то информации о производительности этот тест не несёт, но в нём можно отметить базовую частоту процессора, которая составляет 3,6 ГГц. Такая частота на 100 МГц выше, чем у флагманского процессора Core i9-11900K. Однако частоту буста бенчмарк не раскрывает. А польская компания Wilk Electronic представила под своим брендом Goodram модули оперативной памяти ARDM Pro в исполнении Hollow White. Планки получили полностью белый радиатор и белый текстолит, что явно придётся по душе любителям белых систем. Частота памяти Hollow White составляет 4000 МГц с таймингами 18-22-22 и напряжением 1,4 В. Объём модуля будет составлять 8 ГБ, а продажи в RF должны начаться уже в ближайшее время. В конце же января свет должна увидеть новая портативная консоль Odroid Go Super, которая внешне напоминает Nintendo Switch Lite. Новинка получит очень приятный ценник в $80 и будет построена на процессоре ROG Chip RK3326 с четырьмя ядрами ARM и графическим ускорителем Mali-Jet31. Чип будет функционировать с 1 ГБ оперативной памяти DDR3L и с хранилищем данных, которым выступает карта microSD. Операционная система будет построена на базе Ubuntu Linux и поддержит эмуляторы для запуска классических игр PlayStation 1, PlayStation Portable, Nintendo 64 и других. Тем временем известный британский портал Games Industry, тематика которого посвящена бизнес-аспектам индустрии видеоигр, подвёл итоги уходящего 2020 года. Согласно их подсчётам, общий объём рынка видеоигр составил около 175 миллиардов долларов, что на 20 процентов выше результатов 2019 года. Половина общих доходов относится к мобильным играм, 29 процентов рынка держат приставки, а на долю ПК-игр приходится всего 22 процента. Кроме того платформа персональных компьютеров занимает последнее место по темпам годового роста, всего 6,2 процента. В это же время мобильные игры выросли на 25,6 процента, а консоли на 21 процент. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.